В Новосибирский краеведческий музей привезли более 90 работ Рафаэля. В экспозиции гравюры и литографии на библейские и античные сюжеты. Все работы принадлежат частным европейским коллекционерам. Насколько ценные экспонаты привезли в Новосибирск, выяснил Алексей Кудинов. Живопись одного из величайших мастеров эпохи Возрождения рассредоточена по музеям и галереям разных континентов. В России есть лишь две картины Рафаэля Санти, и обе они принадлежат Эрмитажу. Выставочный проект, который привезли в Новосибирск, включает в себя монохромные гравюры и тонированные литографии, сделанные с работ Рафаэля. Сам Рафаэль гравюры не делал, естественно. Он создавал эскизы, он создавал рисунки, живописные работы, он создавал фрески. А последующие мастера, именно гравюры, литографы, они создавали уже непосредственно гравюры, литографии с его работ. Сам Рафаэль, конечно, с этой техникой не работал, потому что он жил во время, когда гравюра еще не была изобретена. В музее представлены две серии гравюр. Иллюстрации контичной новелли «Апулея, Амур и Психея» отпечатаны в 1774 году с медных пластин. И гравюры, сделанные по мозаикам Рафаэля, созданным для капеллы Кижи в Риме. В каждой работе Рафаэля заключен интересный сюжет. Вот, например, сотворение мира. Здесь мы видим и Бога, и множество животных, которые знакомы нам. Есть и животные фантастические, например, несколько видов единорогов. Есть и какие-то части, то ли не подошедшие Господу, то ли еще ждущие своей участи, чтобы быть собранными в живое существо. В общем, настоящий творческий процесс, настоящая лаборатория творения в одной картине. Это фрески лоджи Ватикана на библейские сюжеты. Литографии с них сделаны в 60-х годах 19 века. Тогда уже умели тиражировать цветные изображения, но мастера решили тонировать листы. Эти отпечатки, в отличие от гравюр, получены с помощью каменных матриц. Такой способ копирования работ позволял познакомить с творениями великих мастеров весь мир. Представленные в Краевическом музее литографии и гравюры сделаны уже после смерти Рафаэля, но считаются подлинниками и снабжены соответствующими документами. То, что касается гравюр, до, насколько я помню, по-моему, до 20 оттисков, то есть до 20 тиражей с одних пластин, это все считается подлинником. Затем уже пластины начинают стираться, уже качество гравюр и литографии становится не таким высоким. Всего на выставке представлены более 90 работ. Важно, что кроме имени Рафаэля, на каждой есть еще и соавтор, мастер, сделавший гравюру или литографию. Алексей Кудинов, Евгений Агеев, Новость ЮТС.